Ну что ж, хей, всем привет, с вами Женя, мы с вами продолжаем играть в 100 детей, точнее в спин-офф. Сейчас я прямо в доме у Евы и... Ты чего? Что случилось? Тебе не нравится? У Евы и Лео, и у нас просто дико амбициозные цели. Сейчас четверг вечер. А Ева тренируется, потому что у нее не очень хорошо с навыками фитнеса и скалолазания. Лео дрыхнет, но надо очень быстренько как-то поспать, потому что нам нужно сделать еще два открытия. И завтра, до завтра, до 10 утра, я не знаю, как мы это будем делать, не спрашивайте. И завтра в пятницу мы пойдем на работу, а потом я запланировала на воскресенье горную экспедицию. И тут я вот сижу и думаю, наверное, нужно ее удалить, 200 миллионов нам не вернут за это. Но ничего страшного, я думаю, что мы не бедствуем, давайте поставим на субботу добавить события. Я впервые это делаю, поэтому есть вероятность, что я сейчас все везде налажаю. Вы сможете возглавить экспедицию на вершину горы Комаребе, отточите навыки скалолазания, соберите необходимость наряжения и воду, не забудьте проверить погодные условия на горе. И не каждый сможет дойти до вершины. Подготовленные персонажи, которые доберутся до самого верха, смогут насладиться потрясающим видом, без гордости рассказать о своих достижениях другим. А Лео будет экскурсоводом, Ева экскурсантом. Я не знаю, будем ли... Господи, Анастасия Тала, а почему вы такая красная женщина? Я думаю, что больше нет смысла никого брать, остальные не подготовлены, мы так еще кого-нибудь просто потеряем. Дед Мороз нам еще нужен, я о нем помню. Здесь выбирается только баня ансен, как я понимаю, вариант только один. Давайте настроим горную экспедицию. Значит, я знаю, что на 18.00 на это время запланировано событие. Ага. Давайте, наверное, часа на три дня. Я не... Я просто... Я наобум. Просто наобум. Не судя какой, я сразу снимаю с себя всю ответственность, которая может возникнуть, потому что я серьезно впервые даже планирую данное мероприятие. То есть я ни разу ничего такого не делала. Поэтому посмотрим, как оно будет. Ева тренируется. Я надеюсь, она достаточно быстро. Она напряженная у нас. А, у нее же кризис среднего возраста. Так, давайте посмотрим, что у нее по работе. По работе у нее все выполнено. Мы ждем повышения. Я все-таки хочу покачать ее навык. Пока он растет, пусть растет. Качаются же навыки. Скалолазание и фитнес. А так, у нас еще куча-куча с вами дел. Собрать насекомое, искать сокровища, жить в мусореном контейнере. Это мы сейчас выполним. Мы работаем над магическим кораблем в нововикторианском стиле с течением пяти часов. Я думаю, что я этим займусь. Но, наверное, если мы переживем экспедицию. Потому что сейчас распыляться я не очень хочу. У меня самая главная тема, это сейчас тренировать Еву по самые помидоры, чтобы накачать ей навыки, потому что нам нужна горная экспедиция. И у нас есть время, получается, до 10 утра, потому что в 10 мы с Лео отправляемся на работу. Здравствуйте. Ты живая, мать. Давай потом еще пройти испытание на выносливость новичок. Я, конечно, понимаю, что она сейчас просто заснет, отключится и устанет. Ну, что поделать. В общем, я остаюсь ползать по стене. Я буду Лео сторожить, и мы попытаемся с ним открытие сделать. Блин, придется застряхнуть стариной, реально. Ну, и увидимся с вами, наверное, уже с утречка. Ну, или если будет что-нибудь интересненькое. Твою мать! Чего? Так. Эй! А чего? Стать жертвой похищения? Чего? Интересный результат. Подождите, он же... Блин, он же спал. Твою мать! Он просто встал в какой-то момент. Ева ползала по этой штуке. Я немножко отвлеклась. Он встал, вышел во двор. И его стырили. Я охерела сейчас, если честно. Это вообще нормально. А когда его вернут-то? Через сколько? Все наши планы только что пошли по полной звезде, потому что я собиралась за ночь захватить планету. А в итоге я нифига, походу, не успею сделать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Слушайте, но с другой стороны, я, конечно, рада, что такое случилось. Просто потому что... Да здравствуйте, господи! Да что ж происходит-то? Я рада, потому что у меня ни разу персонажей не похищали инопланетяне. Я считала, что если долго смотреть в подзорную трубу, да, вот в телескоп, то похитят инопланетяне. Здесь, я так понимаю, дело в другом, потому что он работает ученым, и он тут связывался в прошлой серии с инопланетянами. Видимо, поэтому его стырили. Я не знаю, что делать с этим. Ну, посмотрим, посмотрим. Смотрите, Ева находится на перепуте и не знает, что делать. Жизнь идет не так, как она себе представляет. Испуг плюс два. Я впервые вижу, чтобы из-за того, что есть какой-то жизненный кризис, возникал испуг. Ну, это как бы чисто по-человечески понятно, но так странно. Она хочет спать. Я все еще жду Лео, когда вернется. Он скоро должен вернуться. У нее же есть жизнь в мусорном контейнере, и спать в мусорном контейнере засчитывается. Нырнуть или вздремнуть. И вот я как раз ее отправила вздремывать, потому что она хочет спать, и как раз есть мусорный контейнер. Ё-моё! Вернули, чувак, а какая музыка вы это... Какая музыка вы это слышите? Офигеть! Подожди, что такое? Пришельцы потрясающие, жертвы похищения. От всех этих потрясающих инопланетных технологий голова идет кругом, особенно когда их используют на вас. Я... Кошмар! Я проснулась в холодном поту, ей приснился кошмар. Что происходит? Так, Лео, ты спал? Иди поспи еще. Я думаю, ты должен успеть. Я знаю, я знаю, что мужчины могут вернуться беременными после того, как их похитили инопланетяне. Это, конечно, такой прекрасный закос в нашу современную культуру, в плане каких-то этих теорий заговоров, всяких фильмов. Это прикольно. Но посмотрим, блин, это было супер-супер странно, супер странно. Не, йокарный бабай, иди спать сюда. Если мои симы сегодня переживут этот день, то я буду дико счастлива, серьезно, потому что все выглядит так, как будто мы просто, ну, собираемся помереть в этой серии. А мы еще даже, понимаете, мы даже на гору еще не залезли. Мы даже еще не в комаребе, мы даже еще не попытались залезть на гору, а уже пытаемся сдохнуть. Лео, подъем, иди сюда. Раз ты внимательный, давай читать книжки. У нас есть какие-нибудь книги, которые можно почитать в кармане. Что это такое? Слайд с растением. А, фу. Так, садоводство том 3. Давай почитаем садоводство том 3 и посмотрим, будет ли у нас что-то расти. Нам же нужно сделать открытие. Он сейчас внимательный. Читал в тот раз садоводство, насколько я помню. Это как-то помогало. Сейчас посмотрим, будут ли появляться маленькие лампочки. Меня очень сильно интересует вот это, откуда взялось. Живой красный коралл, редкость необычная. Рыбка, ладно, фиг с ним. У нас откуда-то коралл появился. Мы его где-то нашли. Это что такое? Скалолазание том 3. Кстати, может скалолазание почитать? О, да, лампочка есть. Вот я тупица, вот я тупица. Вот садоводство ему уже не даст никакого открытия. А вот скалолазание даст открытие, и он еще и скалолазание прокачает. О, да, все нормально, заработало. Вот лампочка, вот скалолазание. Оставляем этого чувака здесь. Я надеюсь, что за одну ночь его до второй раз уже не похитят, и все будет более-менее нормально. Ев, как дела? Хочет есть, не хочет спать. Ева, пойдем. У нас еще столько дел не сделано. Лео, давай, пожалуйста, я в тебя верю. Два открытия? Давай фигони мне два открытия. Это ж ничего не стоит тебе. Давай, давай. О, Эврика! Лео делает 15-е открытие и записывает идею создания сыворотки. Искры с глаз нажмите на кнопку дневника. Засчиталось? Да? Лео, давай еще, пожалуйста. Но мы все равно не получим повышение сегодня в пятницу, но хотя бы это все дело выполним. Потому что есть вероятность, что не все выживут на этой экспедиции. А тем более, он пока сочетает скалолазание, у него оно еще и прокачивается. У него восьмой уровень. Не знаю, успеем ли мы добить до десятого, чтобы прям совсем быть кач-кач. Но посмотрим. А что у них, кстати, по фитнесу? Фитнес шестой. Блин, как может быть шестой фитнес, а он настолько раскачанный? Офигеть. Ну, в общем, у меня все заняты тем, что они тренируются. Одна тренируется прямо на тренажере. Второй читает книжки. Знаю, что перед смертью не надышишься, но чем выше у нас будет уровень фитнеса и скалолазания, тем больше вероятность, что мы просто не умрем и дойдем до вершины. Хотя я вообще не верю в то, что мы сможем дойти до вершины с первого раза. Возможно, нам придется делать несколько заходов. И мне очень интересно, чем закончится похищение инопланетянами. Лео, живот не растет? Как это будет вообще? Я, конечно, буду угорать, если он окажется беременным. Блин, Ева слишком устала. Ева, пойдем читать тогда тоже книжку. Потому что нужно качать навыки сроч. Но я не помню, какой она читала, какой уровень у нее был. Скалолазание том 2? Скорее всего, нужно, да? А, вот у нее как раз есть скалолазание том 2. Господи, двери так открываются вот эти вот из экологичной жизни. Просто типа, целуйте мониторы, я в сети. Они всегда очень резко расхлопываются. Просто как будто какая-то королевская особа зашла. Просто как ваша семья проводит утро пятницы. Просто оба читают скалолазание. Качают его. Я еще жду, когда над лево появится лампочка. Повышение до городской инспектор. Ева получила повышение до должности городской инспекторы. Зарплата увеличится до 160 миллионов в час. Также премия. Привлечь и сбирать на следующую смену. 9 утра. И вот она и навык повысила. Нифига себе. А, нет, мы вот работаем из дома. Она читает скалолазание. Что по работе нужно сделать? Посмотреть доску общественного мнения. Расспрашивать коммунальных услуг для повышения не нужно ничего. У нас сейчас какой получается стадия? Пятая. Блин, ну это кайфово. Займемся этим делом, наверное, уже вечером. Когда вернемся с Лео с работой. Потому что сейчас... Пусть читает свое скалолазание. Кстати, Лео сейчас просто вырубится. Я ему купила замену сна. Вот мы сейчас ее дерябнем перед тем, как идти на работу. Или уже на работе дерябнем. И норм. Я видела лампочку. Она в таком более-менее зачаточном состоянии. Я очень сильно надеюсь, что у нас есть в полтора часа до работы. И он успеет это дело добить. Лео, не бросай книжку. Да ну, пожалуйста. Давай, давай. Сейчас бросит ее. Вот я точно знаю, что он сейчас ее бросит. Да, он ее бросил. И отправился на работу. Добро пожаловать в лабораторию 7 будущего. Здесь вы будете... А, у нас ежедневные опыты. Так, Лео, надо немножко накатить. Давай, накатывай. Чем быстрее мы все выполним, тем быстрее мы отсюда свалим. И поедем качать скалолазание. Потому что настроен нас внимательный. Продуктивность будет офигенная. Все, спать не хочешь? Нет, ты ж моя зайчка. Что у нас по заданиям? Смотреть на произведение искусства. А где мы здесь? Здесь кроме нас никакого произведения искусства нету. Нажмите на произведение искусства или скульптуру и выберите действие смотреть. Я нашла ближайшую скульптуру. Точно в режиме строительства в разделе скульптуры нажала смотреть. Это засчитается? Ну, если честно, научные достижения тоже как произведение искусства. Потому что я не нашла ни одного... Чего, кто-то разговаривает с нами? Или меня уже кукуха свистит? Нет, не засчитывается. Нам все-таки нужно найти какую-то картину. Ну, нифига себе, сработало. Я нашла какой-то плакат научный, и это сработало. Сплетничать в коллегах с Мелани Софок. Мне кажется, мы с ней вообще даже не знакомы. А, нет, мы с ней знакомы, но у нас нет отвратительные отношения. Да, придется, видимо, как-то что-то комплименты. Давайте хвалить трудовую этику. Надеюсь, у нас получится с ней наладить отношения. И что нам нужно? Посплетничать о коллегах. Окей, общение с Мелани нам засчитали. Так, мне пришлось перезагрузить игру, потому что она что-то очень сильно фрезила. Возвращаемся. Так, теперь разминка, легкая пробежка. Упражняться на беговой дорожке 30 минут. Улучшить спутниковую тарелку. Я вообще теперь переживаю насчет всего, где нарисованы инопланетяне. Изобрести рентгеносиму. Улучшить спутниковую тарелку. Спутниковая тарелка у нас где-то наверху. Я ее запихнула вот сюда. Как нам ее? Чтобы улучшить спутниковую тарелку, перетащить ее на робоконструктор. Намек, понял. Так, что нам надо дать Еве? Заняться уборкой, развивать навык, механика обаяния, фитнес. Ева, занимаемся фитнесом. Пока меня нету, пожалуйста, не подведи. Теперь я пока подготовлю все, что нам нужно будет для работы. Нам нужна тарелку нашу спутниковую. Вот так. И вот теперь улучшить спутниковую тарелку. Да, ёп, да ты чего? Зачем ты скипуешь задания? Я же тебе их... Ай-яй-яй-яй-яй. Я же их тебе, ну, даю. Прок. Очередь забивает. Ты их скипуешь. Бегай давай. А вы прикиньте? Так, во-первых, он не добил 16-е открытие дома. Я уже забыла про это. Вы прикиньте, пока он бегает, у него лампочка появляется. Лео, так мы тут бегать будем. А, разми... Ё-моё. То есть он может делать открытие, когда бегает? Например, во время садовоза, чтения или проведения опытов. Я не думала, что бег тоже позволяет делать открытие. Мне вот нравится разминка, где лампочка. Ничего себе. У нас, конечно, дома беговой дорожки нет, но это абсолютно не означает, что... Нет такого варианта, скажем так. О, выполнилось. Давай разминку поделаем. Может, мы добежим до 16-й лампочки? Нет, до лампочки мы не добежали. Ну, ладно, я пыталась. Так, и теперь вот тут подправить можно. Тоже есть лампочки. Улучшить спутниковую тарелку. Дуй туда, вниз. Нам нужно изобрести рентгеносин, дать персонажу синтетическую еду. Ой, блин, вот же же это синтетическая еда. Я надеюсь, что пока мы сегодня занимаемся всякими вот этими делами, мы сможем 16-е открытие добить. Столько много возможностей. Вот здесь лампочка. Где-то здесь была вот тут лампочка подправить, провести опыт. Ну, кайф же. Куча дел, куча возможностей, чтобы, наконец-то, сделать последнее открытие. Ура! А, Эврика, Эврика, Лео делает 16-е открытие, записывает. Идея создания сыворотки, бычья сила. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а давайте почитаем про бычью силу. Нужно открыть телефон. А, нажмите на кнопку дневника в верхней части минуты телефона, чтобы узнать подробнее. Я поняла, что я не понимаю, где дневник. Центр помощи. Это мое. Мне точно надо центр помощи. Так, спутниковая тарелка улучшена. Давай мы заберем ее к себе. Ого, вы видели? Или он его так мило поняшкал, погладил, типа, молодец, спасибо большое. Какая же милота. Я продолжаю искать, где находится дневник. Я просто спецом целенаправленно никогда его не искала. Я на него натыкалась буквально случайно. А теперь я не могу его вот именно специально найти. Отлично, Лео успешно создает цирку, теперь осталось ее испытать. Так, осталось найти того, на ком мы будем испытывать. О, девушка, здравствуйте, здравствуйте. Как тебя зовут? Марат Дан, новый лаборант. А куда делся старый лаборант? Есть вопросы? Спустя 10 лет я поняла, вот он дневник. А я думаю, зачем нам два календаря? Так, и теперь я хотела почитать про бычья сила. Что-то интересное, обычный кристалл шпинат. А что дает-то бычья сила? Блин, я думала, там будет описание, что дает. Я вот думаю, надо ли нам бычья сила, когда мы полезем на гору или нет? Обнаружить пришельцев. Так, подожди, подожди, никаких микроскопов. Мы затрынделись. Изобрести рентгеносим. А мы что, не изобрели, что ли? Изобрести устройство рентгеносим. Обнаружить пришельцев. Нажмите на спутниковую тарелку, берите действие, обнаружить пришельцев. Поговорить с пришельцами. Слушайте, мы сегодня с ними уже общались. А можно как-то вот без этого, пожалуйста? Я уже начинаю нервничать по этому поводу. Так, тарелку располагаю на ее обычное место. Обнаружить местных пришельцев. А, я поняла. Подсветит тех, кто пришельцы в радиусе работы. То есть, кто с нами на работе пришельцы. И как, и где. Подождите. Ага. Птицы, главное, чтобы не попадали. Так, окей. И есть ли здесь пришельцы? Нету. Ну, покажите свою натурку-то. Ну, покажите. Кто-нибудь есть тут? У них тут какая-то туса. Что происходит? Нет, я не вижу ни одного инопланетянина. Очень грустно. Ладно, дать название рентгеносиму. Где рентгеносиму? У нас, наверное, в карманах должен быть. Клим Мороз. А, здравствуйте, Лео. Мне бы хотелось быть друзьями с персонажами по имени Ирис. Да, да, я думаю, это прекрасная идея. Но я все еще не забыла про тебя. Так, дать название. Рентгеносимчик. Все. Заморозить коллегу. Ну, зачем же так? Управлять сознанием коллег. Отменить одежду. Над кем будем издеваться? Давайте над лаборанткой будем издеваться. Ой, это, конечно, ужасно. Нет, давайте не будем ее морозить для начала. А для начала переоденем ее. Как это сделать? Дать задание коллеги. Действия. Так, это, наверное, злые действия. Имеринг наносим багажей. Выберите коллегу. Затем действия. Управлять сознанием. Сменить одежду. Выберите любой наряд. Управлять сознанием. Женщина, вы подождите. Не уходите. Не подождите. Прикиньте, я так и не смогла найти, где управлять сознанием. Не знаю, может быть, я недостаточно с ней знакома, чтобы управлять ее сознанием. Он пока идет ее замораживать. Лео, вот ты гад, конечно. Вот ты и гад. А ты через сколько освободить изо льда? Давай поможем ей. Извини, пожалуйста. Ты через сколько расставишь? Мне нужно дать тебе задание. Блин, я уверена, что она просто нас ненавидит. Иди, я анализирую растительность женщины. Просто такой харассмент на рабочем месте. Жесть какая-то. Улучшить рентгеносим и управлять сознанием есть. Я могу все это сделать, но мы уже все выполнили, как обычно. Если мы раньше уйдем, будет плохая продуктивность. Да, я уже зарубила себе это на носу. Нужно сидеть до 19 часов. Чем мы до 19 часов можем позаниматься? Блин, это лютейший отстой, что у нас нету здесь возможности приобрести книгу. И у нас этой книги с собой нету. Я имею в виду по скалолазанию. Но у нас есть беговая дорожка. И мы можем потренироваться фитнесом, заняться. Потому что, серьезно, еще 2 часа времени свободного. Давайте потратим его с пользой. Ева там, если не брехает, то тренирует свой фитнес. Я ей опять дам задание. Потренируемся, а потом быстренько сходим в душ и поедем домой. Потому что рабочие задачи мы уже все выполнили. Здесь есть задание изобрести устройство для клонирования. Это очень интересно. Сейчас, конечно, у меня в приоритете стоит именно физкультура, фитнес и так далее. Но было бы прикольно создать это устройство и забрать его себе. Потому что рентгеносим мы можем забирать с собой. Делать с ним все, что угодно. Управлять сознанием, убирать. Улучшить, управлять сознанием, сидеть. Паниковать. Преобразить персонажа. Сменить одежду. Чтобы улучшить рентгеносим, перетащить его в роговых инструкторов. Затем улучшить на него. А, я поняла. Видимо, у меня не было этого. У меня нет такой возможности. То есть я не открыла эту опцию. Поэтому не могла я заставить переодеться. Потому что это должна быть дополнительная функция. Должна быть дополнительная. Две минуты думала над тем, как это объяснить. Смена окончена. Лео отлично работал. Три тысячи символионов. Отправляется домой. Пописать не успели. Да, здравствуй, здравствуй. Дом, милый дом. Так, подождите. Надо очень важные дела раздать. Ты, я смотрю, ничего не делаешь. Я смотрю, что ты можешь пойти лазать по отрицательному наклону. Давай, Лео, идем писать. И читать книжку. Потому что в целом ты уже и так просто гигантского размера человек. Я уверена, что ты в целом можешь просто добить свой навык, читая книгу подходящую. А не качаясь и уступить свой вот этот вот снаряд Еве. Потому что ей нужно побыстрее прокачиваться. Ев, как дела? Ева вроде бы нормально. Что у нас тут еще? Поработа. А, блин, работа. Я забыла. Работа. Посмотреть доску общественного мнения. Расспрашивайте о коммунальных услугах. Сейчас кого-нибудь поймаем. Расспрашиваем. И доска общественного мнения, она вот тут прям недалеко от нас. Голосовать. О, кстати. Привлечь избирателей. Посмотреть. Подождите. Посмотри доску. Да, посмотри сплетни комплексы мер. Привлечь избирателей. И голосовать за комплексы мер. Давайте проголосуем. Итого, 7 утра. Суббота. Что мы имеем? Лео, навык скололазания. Девятый. Не докачался до десятого вообще никак. Навык фитнеса. Тоже девятый. Он очень хочет в туалет. Очень хочет мыться. Очень хочет спать. Пусть идет спит. Вообще просто вот прям до победного еще и поест. У него возник мудлет изнурения. Через 4 часа он пройдет. Мы как раз пойдем на экспедицию. Больше у него, ну тут что-то боязнь и темноты есть. Надеюсь, не помешает. Ева. Она читает скололазание. Она не так сильно хочет спать. Поэтому я думаю, что она еще пару часов почитает. У нее скололазание 6 и фитнес, по-моему, тоже 6. Ну, она, конечно, не такая сильная, как Лео. Но я думаю, что 6 навыка должно быть в целом хватить, чтобы мы прошли хотя бы часть экспедиции. Надеюсь, никто не погибнет. Я заранее сохраню. Кстати, у Евы есть только напряженный момент, что у нее кризис среднего возраста. Надеюсь, это ей не помешает. Возбужденная, активная, короче, все. У нее в основном все нормально. Нету никаких мудлетов с натруженными мышцами, там еще чем-то подобным. Кстати, что по работе? А, да все выполнили. Вы готовы приступить? Нет, ну погнали. Итак, мы тут вывались. Дайте я, пожалуйста, внимательно прочитаюсь. Собрать участников экспедиции и указатели. Что нужно сделать? Собрать участников. Ну, нам, я так понимаю, нужно просто пойти в действие, добавить в группу. И куда это нам нужно идти? Указатель пеших маршрутов в конце пешего маршрута. Ёп, мать. Тут все белое. Как я могу понять, что из этого что? А куда? А как? Ну, подождите. Я же не понимаю. Есть предположение. Не стала гуглить, так будет интереснее. Надеюсь, справимся. Есть предположение, что собрать участников у указателя пеших маршрутов в конце пешего маршрута. То есть, пеший маршрут нужно пройти. Я нашла вот эту штуку и выбрала отправиться на пешую прогулку. Отправиться на пешую прогулку с, наверное, вот так надо, с Евой Брукс. Если я сейчас туплю, вы поймете это очень быстро. Точнее, вы, наверное, уже это знаете. А я узнаю это, когда у меня не получится. И я погуглю. И пойму, что же мне в итоге нужно делать. Вот эта гора. Я так понимаю, туда мы в итоге и направимся. И для того, чтобы нам направиться в горную экскурсию, нужно сначала пройти пеший маршрут к подножию горы. Есть подозрение, что это где-то здесь. Я очень сильно на это не надеюсь. Слушайте, а мы не купили никакое снаряжение. А должны были купить средств для походов, а также всяких других полезных вещей. Подождите. Аларм. Отмена. Галя, отмена. Иди сюда. Давай сюда. Купить всякую всячину. Лео, ты тоже идешь сюда. Я что-то подумала о том, что я отправила их. О, здравствуйте. Здравствуйте, мой сладкий. Селфи с именчаном, танец телегорцев. Ну вот, да. Мы не можем получить. У него эта фигурка. Я напоминаю, мы отправились в эту экспедицию для того, чтобы получить эту сраную последнюю фигурку золотой смерти. Идем сюда. Я что-то подумала, что я вообще ничего не купила. Так, баллончик жуки отсюда. Надоело лепет от гигантских ос. Бальзам заживления ран. Сразу 10 штук берем. Крем для подавления нервных судорог. Пипец, мне прям страшно от того, что может быть вообще в целом. Присыпка от ползучих гадов. Я беру все. Работное зелье для экстренных ситуаций. Я так понимаю, что это практически та же самая механика, что и отправление в экспедицию в Васильеводораде. Господи, заикаться аж начала. Поэтому давайте все возьмем. Если что, потом продадим. Так, итого. 2 100. Нормально. Ёкарный бабай. Вообще не проблема. Так, надо распределить наше имущество. Блин, вы прикиньте. Я купила по 10 штук в надежде на то, что я могу их распределить между персонажами. Да, между моими экспедиторами. Потому что я думала, что это как в Сильвадораде. Но я не могу передать этот предмет. Только дарить, если на дарение мы потратим 10 лет. Поэтому первый факап я еще покупаю. Потрясу потратить еще косарь. По крайней мере, я теперь буду знать, что оно почему-то так здесь не работает. Да, еще 1175. Прекрасно. Ну, ничего страшного. Деньги заработаем. Но, кстати, если мы выживем... Если мы не выживем, нам деньги не понадобятся. А если выживем, то у нас еще там куча фигурок в Симме. И мы сможем их продать и отбить все эти деньги. Поэтому это не проблема. Так, спустя почти полтора часа мы наконец отправляемся на пешую прогулку. Есть у меня подозрение, что мы до ночи сейчас гуляем не там, где нам нужно гулять. Так, я поняла. Я попыталась. Настало время, когда я буду гуглить. Потому что иначе мы будем просто по лесу ходить здесь до ночи. Что ж, дубль 2. Спустя несколько часов страданий и внутриигровых часов я поняла, что, кого, где, куда. Давайте так. Нам нужно вот сюда идти. Идти сюда вместе. Пока они топают, в центр я почитала. И расскажу. Во-первых, я захватила снаряжение. Потому что у нас не было снаряжения для альпинизма. А его купить просто так вот здесь нельзя, как я поняла. Его нужно покупать заранее, хотя это странно. Окей, ладно. И я купила одну палатку нам. Еда у нас есть. Я погуглила, как должен выглядеть этот знак. И сейчас нам нужно его найти. Это маленький коричневенький значок, который я обычно использую при строительстве. Из отладки его беру. Он такой маленький деревянненький указатель. Их несколько в отладке на самом деле есть. Блядь, искать его в темноте. Это же, конечно, конечно. Это же самое лучшее. Когда был световой день, я ни хера не видела. А теперь я не буду видеть еще больше ни хера. Боже мой, как сложно. Вы, мать, я наконец-то нашла. Идти сюда. Видимо, идти сюда вместе. Ага, собрать участников экспедиции возле указателя. Вот он, указатель. Это конец первого этапа. И он должен быть финальным. Нужно вот сюда идти. Вместе. Вот здесь. Изучить состояние стены для восхождения. Проверить уровень подготовки. Размяться. Ребята, идем сюда. Вот она, где находится начало маршрута для восхождения на гору. А я почему-то вообще не туда шла. Но я надеюсь, сейчас ребята вот как раз по подъему на куста придут. Ева в своем красивом стиле инчхона. Лео тоже такой стильный. Так, что нужно сделать? Чтобы разогреться. Наверное, нужно не пренебрегать этим делом. И должно быть это где-то скалолазание. Нести магнезию на руки. Размяться перед скалолазанием. Лео, ты тоже разминаешься перед скалолазанием. Кстати, у Лео, вот смотрите, у него больше. Потому что он, видимо, приготовит протеинный батончик. Энергетический батончик. Яблоко, глощ, черешня. Ясно, понятно. Так, наверное, нужно надеть снаряжение. Я так подозреваю, да? Снаряжение. Использовать снаряжение для скалолазания. Ну, мы же прямо сейчас полезем уже. Боже мой, я надеюсь, мои персонажи выживут. Так, дальше они разминаются. И следующая часть, я так понимаю, нанести магнезию на руки. Она у нас вроде бы должна быть. Поэтому давайте сделаем. Проверить уровень подготовки руководителя экспедиции. И... Он писать хочет. Твои проблемы. Хочешь ты писать или нет, мы лезем на скалу. Там найдем где-нибудь вкус. Так, это мы сделали. А, то есть они... Подождите, а может мы переоденемся как бы в спортивную одежду? Нет? Ну что, все готовы? Так, теперь пусть персонажи пойдет упражнение, чтобы согреться. Так мы же поделали упражнение, чтобы согреться. Мы же уже прямо размялись. Подготовки руководителя экспедиции. Проверить участника экспедиции. Это, видимо, сюда. Да, вот просто посмотрите, какие у нее ноги. Она раскачалась, прям пока скалолазанием занималась. По самой помидору. И давай, иди сюда. Иди сюда. Я не знаю, почему в тот раз это тоже не срабатывало. Проверить уровень подготовки участника экспедиции. И вообще просто, ну типа, ноль. Ноль эмоций. Забраться по скале. Он хочет писать. Изучать стену. Лео, ты хочешь писать? Насколько здесь далеко писать? Вот так всегда. Знаешь, вы собираетесь куда-то идти, а он хочет писать. У нас тут горная экспедиция. Какое писать? Ева. Ева тоже хочет писать. Блин, мы с вами на горы никогда не залезем. Ну точно не сегодня, я уверена. Пока они не ходят писать, я вам скажу. Они надели снаряжение, надели снаряжение в замерзнут до смерти. Как это возможно? Вы же в спортивной одежде. Господи, их переодевать надо. Фестиваль закончится через час. Сейчас они замерзнут до смерти. Высокая вероятность успеха прохождения. Иди сюда вместе. Я поняла, твоя одежда, в которой их переоделана, была спортивная. А им нужна спортивная, теплая одежда. Подождите две минуты, сейчас я вернусь. Ядрит, матрит, будучи сна, да чего же это, мать, его сложно. Изучить состояние стены для восхождения один раз, забираться аккуратно, забираться бесстрашно, забираться спокойно, пытаться залезть. Забираться аккуратно. И ты один раз забираться аккуратно. Все, погнали, полезли. Упражнение мы делали, нихрена не помогает в жопу. Нам нужно хотя бы получить серебро для того, чтобы приступить к следующей стадии. Так что в целом мы на серебро, наверное, уже насобирали. Погнали, полезли, иначе все время затратим. Ну что, они вроде лезут нормально, а мне кажется, что я под своей краской для волос просто посидела уже. Ага, ты идти сюда, и Лео, идти сюда. Идите сюда. Залезли. Фу, господи, первая часть экспедиции подошла. К концу мы заработали сери... даже золото заработали. Так, продолжить. Готовы подняться выше по склону. А мы вообще сохраниться-то можем или нет? Что происходит? Подождите, почему они такие... Так, так... Ев, ты чего? Ев, ты куда? Все нормально, дорогая моя. Вы посмотрите, никто абсолютно... Никто. Ева нахер просто такое веселье. А, им здесь очень холодно. Так, что здесь нужно сделать? Собрать участников. Так, изучить состояние маршрутов, забраться по скале, пусть персонаж отдохнет не менее часа. Питание. Гигиена. Что подразумевается под отдыхом? Ничего, просто поесть. Лео. Мы всегда можем чего-нибудь покушать. У нас тут соевых бобов дофига. Можно подкрепиться. Насчет помыться, я не уверена. Можно ли как-то мыться вот без ничего? А как? А что? А что? Нам нужно две было палатки покупать? Нам жопа, да? Нам жопа. Мы все умрем. О чем я? Мы в дерьме, мы в дерьме. Где палатка? Палатка у нас у Лео. Лео. Переместить в мир. Давай, перемести палатку. Сначала ты отдохнешь, потом Ева. А Ева пока пойдет, поизучает маршрут. Так и подобрать костюм, дремать, расслабиться. Читать журнал Дикая природа, спать. Ну, наверное, расслабиться. Ев, ты кушать хочешь? Да, хочет кушать. Давай что-нибудь съедим. У нас дофига соевых бобов. Давай несколько штук залопаем. Что это такое? Что я здесь делаю? Я попала в ледяную метель. Я не понимаю. Ее шарашит между напряженным. Ненавижу садоводство. Ее шарашит между напряженностью и внимательностью. Меня просто это пугает. О, палатка есть. Расслабиться. Ммм, здесь стоит палатка. Ну, я надеюсь, мы можем... А, вот здесь как раз можно и пописать, если что. Да? Да? Так, один в одной палатке, другой в другой. Гигиену удобрить, дремать не поможет. Боже, мы попали в такую жуткую метель. А где стена для восхождения? Вот она, да? Несколько раз и здесь есть состояние стены для восхождения. Он как раз сейчас здесь спит. Наверное, это должно засчитаться. Отдохнет не менее часа. Час тридцать шесть. Я пропустила времени, сколько он там находится. Должно быть нормально. Блин, реально, такая же скачина. Вы просто посмотрите. Ну, она хочет спрятаться, может. Часть сорок она залезла. Сейчас посмотрим. Я надеюсь, что им там хватит времени дремать. Давайте еще дремать, пока не выполнится. Этот прям спит. А, ну, давайте тогда его тоже отправим спать. В чем проблема? Так, у Лео уже выполнилось. Я думаю, что можно будет вылезать. Забираем палатку. Лео, я понимаю, понимаю, но нам надо. Пойдем. Забираем палатку. Иго, сюда. Писать хочешь? Нет, не хочешь. Я как мамочка. Писать хочешь? Изучи состояние стены для восхождения. Я так понимаю, что если мы сейчас не зайдем наверх, или будет плохое состояние стены, нам могут сказать, что, типа, подождите, типа, до утра, наверное, пока метель закончится. И мы, возможно, сможем спрятаться в палатке до утра. Есть такое подозрение. Это чисто моя теория. Лео, о, боже мой. На тебя кто-то напал? Нет? Напал кто-то? Или группа завершает первое восхождение, замерзнет до смерти. Участники получают альпийскую футболку за свои успехи. Давай, Лео, пожалуйста, ты справишься. Просто кто в здравом уме и с этой памяти захочет это сделать? Я просто не понимаю. Это был, ну, я не знаю, вот эти люди, которые просто реально сами лезут в горы. Это просто нечто. Что у тебя происходит? Что я здесь делаю? Ты же хотела путешествовать. Недостойного воспоминания восхождения. Неприятного воспоминания восхождения, которое закончится провалом. Каким провалом? А, это потому что я заново все запустила. Поэтому у них, типа, провалом все посчиталось, что мне все заново пришлось запустить из-за того, что я пролажалась. Отважный новая черта характера. Да, ты точно отважный. По-другому не скажешь. Забраться на скале. Что нам говорит новая черта характера? Высокая вероятность успеха восхождения. Так, один раз. Забираться аккуратно. Ева, что нам скажут? Ева, никаких убегать. Давай, один раз забираться аккуратно. Так, она тоже полезла. Высокая вероятность успеха восхождения. Огонь. О, красиво. Смотрите, распогодилось. Блин, пейзажи, конечно, невероятные. Очень красиво. Как и в Сильвадораде, невероятная красота. Но мне очково. Ну, мне прям реально очково. Я сижу и очень сильно очкую. Сверится указателем пеших маршрутов и сюда сверится. Малыш Мусатский, не навернись, умоляю тебя. Мы ползем за фигуркой Сими. Надеюсь, нам ее дадут. Боже, надеюсь, она не сорвется сейчас. Да, залезла, ура. Бегом. Идем к указателю. Нам здесь как раз и нужно будет с вами... Подождите, а вот сохраниться... Не, сохраниться можно. Ев, 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 вот сюда. Вот сюда, Ева. Не тупи, пожалуйста. Выполнилась. Даже на золото, вы прикиньте. Мы можем сохраниться. Давайте я сохранюсь на всякий случай. Продолжаем. Да, давайте, что делать. Так, мне уже страшно собрать участников. Пусть персонажа что-нибудь съест. Пусть персонаж бесстрашно забирается разжечь костер. Е-дрит-ма-дрит. Так, давай идем зажигать. Ты у нас что-нибудь съешь. Это вообще без проблем. У нас соевых бобов хоть одним местом жрать можно. Поэтому больше 99-ти мы на соевых бобах переживем просто это все. Пусть персонаж забирается бесстрашно. Ну, бесстрашно так бесстрашно. Ева идет бесстрашно разжигать костер. Кто-нибудь хочет писать? Пожалуйста. Писать кто-нибудь хочет, пока куст есть. Я как мама маленьких детей. Пока туалет есть, кто-нибудь писать хочет? Алло. Надо погреться у костра. Я так понимаю. Танцевать, изменить цвет, добавить топливо, греть, потушить, проводить время. Другие варианты. Уютно. Устроиться с... О, давайте уютно устроимся. Я что-то такого не помню. Надеюсь, они не сгорят сейчас. Ну, если что, я сохранилась. Все нормально. О, как это мило. Вы посмотрите. Блин, вы посмотрите, как это мило. Ну, предлагаю вам тоже понаблюдать за тем, как они уютно устроились, пока я делаю кучу уютных фотографий. Ой, пардон, извините, фокус потерялся. Ну, смотрите, какие классные. Блин, это очень мило. Я даже не знала, что такое возможно. Сейчас я их еще раз пофотографирую. Наверное, возле костра можно сфоткать. Блин, это очень мило. И куст такой писательный на заднем фоне. Вот, давайте вот так сделаем. Несколько фотографий. Блин, ну, какая красота. Надеюсь, это не последние наши фотографии этих ребят. Ну, что, уютно все устроились. Кто-то поел, кто-то пописал. Пописал. Никто не пописал. Никто не хочет. О, у них любовь растет. Вы прикиньте, у них любовь. У них любовь растет. О, боже мой, да так мило. Ладно, я их оставлю. Пусть они посидят. Не буду гнать. Пусть посидят. У костра постоят. Уютненько поболтают. И потом мы с вами продолжим восхождение. Блин, это очень мило. У них любовь растет. О, вокруг снег. Просто какая-то жопа мира, в которую они вперлись. Тут не единой живой души и кус, в котором можно пописать. А эти два голубка воркуют. О, как это мило. Так, воркование закончило. Идем. Изучим и изучим состояние стены для восхождения. Размешать о жизни. Ев, сейчас не время. Сейчас жопа полная. Поэтому давай. Надо закончить экспедицию. И вернуть. Я не знаю, кстати, возвращаться обратно нам тоже надо будет точно так же. Ну, то есть, прям, типа, все эти стадии пройти. Тут еще, видимо, помереть можно, пока возвращаешься. Персонажа Ева подарок. Скоро он придет по почте. Да, я надеюсь. Надеюсь, что я вернусь. Лео надеял снаряжение. Высокая вероятность успеха. Высокая вероятность успеха. Так, вы все оценили. У нас важно бесстрашно подниматься. Ладно, давайте попробуем. И то, и то. Блин, это ты поцеловал ее на всякий случай? Так, ты не изучила... Ёпперный театр. А, все, да? На этом ты можешь забираться. Он, видимо, упал, и это сработало. И он может теперь просто нормально подняться. Ни хера себе он лезет. Он уже... Смотрите, он попытался залезть, сорвался, и это зачлось. То есть, если он сорвется, можно попробовать просто потом залезть. Аккуратненько. Ев, ты закончила изучение стены? Пока она не закончит изучение стены, она не может попытаться залезть бесстрашно. Ага, только один персонаж может залезать. Тогда, Ев, давай так, попытаешься залезть. Нифига, Лео жрет. Надеюсь, оттуда он не сорвется? Да ладно, он залез, вы просто посмотрите. Ева, давай. Ты следующая? Смотрите, пока у нас Ева пытается залезть, очень аккуратно танцевать у костра. Нет, давай, не надо. Я отправила Лео свериться с карточкой маршрута, с указателем маршрута. Тут наверх очень сложно подняться еще долго, нужно брести. И поставить палатку, может быть, он успеет там полежать, отдохнуть. А почему ты сердит это? Почему именно я? Размышления о жизни. О, пошла жара. Давай, Ева, я в тебя верю, ты справишься. Ты молочина. Ура! Она залезла. Ева, давай сверимся с вот этим штуком. Так они встречаются здесь, она уже тоже потная. Я так понимаю, мы в итоге с вами доберемся до вершины. И там будет база отдыха. Кайф. Лео, не хочешь достать? Отдохнуть? Нет? Кайф. Они уже, получается, прошли три стадии. Эта третья закончится сейчас. Есть подозрение, что их всего четыре. Ура! Ура! Даже золото! Ух ты! Так, ну что, погнали? Давайте следующую. Последнюю должно быть. Так, я с вашего позволения сохранюсь, пожалуй. Иначе фиг его знает, что может случиться. Спасибо, что можно сохраняться. Что здесь дальше нужно... А что нужно сделать? А-а-а... Все? Идти сюда просто? Идти сюда вместе? Это все? Это гора? Подождите, я думала, там база отдыха должна быть где-то. Группа профессионально поднялась по леднику Крофт, достигла вершины гори Комариоби. Все в полнейшем восторге. Участники группы могут вступить в эксклюзивный клуб и хвастаться своими достижениями, надев особую альпийскую футболку и браслет. Руководитель группы получает черту характера опытный альпинист. Ты куда? А ты куда? Не-не-не-не, никакой убирать снег ты на вершине горы. Какой убирать снег? Я хочу вас сфотографировать. Ты не туда пошел. Вот у него, видимо, от разреженного воздуха мозг поплыл. Опытный альпинист и красивую награду, которую можно повесить на стену. Я хочу свою капсулу Симми, пожалуйста. Нет, мне ничего не дали. Я поняла, вот она площадка, и вот здесь как раз и можно построить какую-то базу отдыха. Но мне казалось, я видела, как девочки строили где-то в промежуточном варианте базу отдыха. Но это невероятная, конечно, красота. Я на самом деле собиралась просто поставить рыцаря, чтобы принять позу и сфотографировать их. Но да, тут тоже, кстати, можно чего-нибудь настроить. Это прикольно. Я установила ребятам здесь костер на вершине. Я думаю, что они могут иметь полное право провести время вместе. Атлео, правда, воняет, но что поделать, все мы не без греха. И пока ребята тут уютно проводят время, я, наверное, буду с вами прощаться, потому что это была очень долгая и сложная серия. Я надеюсь, она вам понравилась. Обязательно ставьте лайки и задлайки, пишите комменты. А еще обязательно напишите, пока ребята здесь на вершине горы, хотели бы вы, чтобы я здесь что-нибудь построила и что? За съемку следующей серии я возьмусь нескоро. И если что, у вас есть реально времечко, чтобы я здесь что-то построила, если вы вдруг хотите. Если знаете, что вы хотите, обязательно напишите. Все, я буду с вами прощаться, всем огромное спасибо за просмотр, всем пока!